Привет всем! Планируя приобрести автопокрышки, покупатель надеется, что шине послужит ему несколько сезонов. А некоторые автовладельцы планируют эксплуатировать колесо не менее 5 лет. Чтобы облегчить покупателю подсчеты, производитель наносит на изделие такой параметр, как индекс износостойкости шин. Что такое индекс износостойкости шин? Многие водители просто не знали и не обращали внимания на многие характеристики покрышек. Та и самого индекса износостойкости на резине еще лет 15-20 назад не было. Теперь указатель есть на всех покрышках уважающих себе брендов и обозначают словом Threadware – износ протектора. Индекс Threadware был разработан на Западе. Какую информацию содержит Threadware? В мире существует немало моделей шин, и у каждого из них будет свой ресурс истирания. Обозначают запас износоустойкости. Значение в цифровой величине. Например, Threadware – 180. Но это не километраж, а лишь закодированное значение. То есть, покрышка с указателем Threadware 180 расчитана на 86,400 километров, то полного износа. Если, например, Threadware 400, тогда оно рассчитано на 192 тысячи километров. Threadware 400 означает в 4 разница большую длительность службы, нежели Threadware 100. А если вы очень аккуратный водитель, можно рискнуть и купить шину с большим Threadware, но длина тормозного пути увеличивается. И это можно скомпенсировать стилем вождения. Таким образом, автовладелец может руководствоваться индексом износостойкости и планировать время, на которое ему хватит купленное колесо. Threadware является условным индексом, который показывает, насколько быстрее или медленнее испытываемая шина изнащивается при сравнении с испытательным образом. Стандартная шина имеет индекс износостойкости 100. Государством регламентируется цикл подобной проверки. Для начала берется контрольный образец, характеристики износа которого известны. Далее берется шина, которая в ближайшем будущем поступит в продажу. И в ходе длительных проверок на полигоне выясняется ее износостойкость. Еще стоит обратить внимание, что речь идет о полном износе. Вряд ли кто будет эксплуатировать шину до дир. Поэтому указанное значение производителя рекомендуется делить в уме на два. В результате от заявленных 48 тысяч километров остается практичных 24 тысяч километров. Еще одним нюансом при подборе шин является то, что высокий коэффициент износа влечет удорожение продукции. Если автомобиль постоянно находится в движении, то покупка дорогих колес с повышенной износостойчивостью будет оправдана. Автовладельцам необходимо взять на вооружение знания об износостойчивости. При покупке покрышек вам будет легко рассчитать время эксплуатации, опираясь на коэффициент износа. Хотелось бы добавить, что шина с повышенной износостойкостью необязательно прослужит та же половина заявленного ресурса. На износ могут повлиять различные факторы. Такие как дорожные условия, стиль вождения, нагрузка, скоростной режим и даже хранение колес. Ну и в конце видео хочу поблагодарить за внимание и просто подписаться на канал, нажать на колокольчик и поделиться.